Значит, 10 минус 8 на нуклеотид на поколение примерно, ну вот тут еще всякие картинки, вот так зависит частота выпадения вставок, это выпадение, а это вставки, пунктирная линия, вот их длины, больше всего 1, 2, 3, 4 немножко больше, чем 3, а это 5 длиннее. А вот так зависит на больших длинных, вот этот вот пик, это алупа вторую, которая выскачет, это для человека и шимпанзе, но вот это вот убывание якобы как единица на х квадрат, это похоже на правду, да, это логарифмическая шкала, ну вот значит так она себя ведет якобы. Есть некая корреляция между скоростью выпадения вставок и скоростью замен на нуклеотидный сайт. Ну и нужно сказать, что у млекопитающих гипермутербильные такие ситуации, когда после нуклеотида С идет нуклеотид Г. Называю ЦПГ, чтобы не спутать с Ротсон-Криковской парой. Это не Ротсон-Криковская пара, это в одной цепи у меня Ц и потом Г. Ну и соответственно в другой цепи, которая антипараллельна, тоже будет ЦПГ. Так что ЦПГ в одной и соответственно и ЦПГ и в другой тоже. И у млекопитающих такие ЦПГ метилированные, цитазины и полимеразы этого не любят. И скорость мутации метилированных контекстов ЦПГ транзиций в 15 раз больше, а трансверсий в 4 раза больше у человека, чем вне ЦПГ. Другие контексты тоже влияют, но меньше. Это такой ужасно злоидарючий мутационный контекст. Это влияние мутационного процесса, собственно скорости мутации, померленной на уровне генотипов. Ну собственно так и надо, поскольку мутации происходят с генотипами. Но в принципе никто нам не запрещает смотреть и на мутации на уровне, на влияние мутации на фенотипы. Собственно мы уже обсуждали молодых и старых папаш. Вот, значит можно смотреть на... Здесь полезны концепции мутационного давления. Мутационное давление это насколько меняется, там, либо среднее давление на среднее, либо дисперсия сложного признака за счет одного... Извините. В результате одного поколения свободного накопления мутаций. И эксперименты такие приводить сложно, на людях практически невозможно, потому что мы не можем стандартизировать условия. Никто нам не позволит стандартизировать условия. Но и отбор непонятно как исключатель человека. Но на мухе дрозофилия это можно делать. И данных на эту тему много. В общем, если... Совсем общая картина такая, что если признак связан с приспособленностью, то имеет место существенное мутационное давление на его среднее, естественно, в сторону понижения приспособленности. Если признак приспособленности напрямую не связан, на какой-нибудь размер тела мухи, то в основном давление действует на дисперсию, то есть расползается без какого-то систематического тренда. Но как велики мутационные давления, на самом деле мы не знаем. Это сложные эксперименты, их уже там полвека делают, и в общем ничего там толком не наделанное. Нет, в руку, конечно. Вот этот большой обзор, видите, дофига всего наделанное. Но вот ДМ это давление на среднее, мы-то среднее, значит, и это разные признаки у разных тварей, и значит, это вот 3 на 10 минус 3 минус это, так сказать, в плохом направлении. Ну вот порядка между 10 минус 3 и 10 минус 2. Вот очень интересный вопрос. Допустим, в популяции какой-нибудь мы исключим полностью естественный отбор, допустим, нам это удалось, и сколько поколений должно пройти такого вот ничем не ограниченного накопления мутации, прежде чем не получатся такие уроды, которые уже ни на что не годятся. Ответ между 100 и 1000 поколений. Так. Хорошо. По мутации можно очень много всего рассказать, сейчас какая-то у меня еще одна полезная мысль была. Я что-то так все гладко излагаю, я боюсь, что вы заснете, меня никто не перебивает, меня полезно перебивать. Или так все понятно, все хорошо, отлично, и никаких вопросов не возникает? А? Знаете, как англичанин не говорил до пяти лет, да? Английский мальчик до пяти лет не говорил, а пять лет сказал, чтобы без текста подгорел. Родители в восторге, говорят, а что ж ты раньше молчал? Я не все был в паре. Сейчас, что еще в эмутационное давление полезно рассказать? Да, потому что тут, ну, давайте к этому вернемся, когда будем про отбор человека говорить. Хорошо, тогда мы переходим к теории. Значит, я надеюсь на вашу глубокую математическую ученость и, соответственно, не буду эту теорию долго и сладостасно излагать, потому что я думаю, что вы так все поймете. Значит, у нас мы вчера рассматривали основное уравнение теории естественного отбора. Давайте я его напишу здесь для сравнения. Снова напишем частоту аллеля торжественным образом. Вот. Значит, мы его вывели и ярусно решили. Теперь давайте мы выведем и ярусно решим основное уравнение теории эмоционного процесса. У меня есть два локуса, а большое и а маленькое. и они друг друга мутируют со скоростью мю сюда и не обратно. Вот такая вот модель. Проще уже некуда. И тогда мы имеем потрясающее динамическое уравнение. Частота аллеля о большом в следующем поколении в Т плюс 1 индекс Т я не писал. Она равна вероятности того, что аллеля большая не смутирует плюс вероятность того, что аллель а маленькая смутирует. Все понимают глубину этого уравнения? До конца или не до конца? Ну, это частота а большого, это частота а маленького. Значит, я в следующем поколении имею а большого. если мой а большой не смутировал или мой а маленький наоборот смутировал. Это глубокое уравнение. Значит, дальше это динамическое уравнение. Но дальше мы можем динамическое уравнение в бесконечном времени. Дальше мы можем найти его равновесие. Чтобы найти его равновесие, мы динамическое уравнение делаем тупое алгебрическое уравнение, а именно требуем, чтобы частота в следующем поколении была равна текущей частоте. То есть, просто опускаем эти индексы и получаем вот такое вот замечательное алгебраическое уравнение, которое по своей породе является линейным уравнением. И мы находим его корень яруса. Вот он. Начата равновесная частота мутантного аллеля равна скорости, с которой этот аллель возникает, поделить на общую скорость мутирования. Вполне интуитивный результат. Вот. Ну, можно это переписать в непрорывном времени, и там будет такое уже уравнение. И, значит, но это линейное уравнение, и вот, у него даже есть явное решение. Вот к этой вот горизонтальной асимптоте, ню поделить на мю плюс ню, к ней экспоненциально приближается сверху и снизу. Значит, можно... Написано у меня это. Хорошо. Значит, вы можете блестяще с этой наукой самостоятельно разобраться. Ну, вот еще полезно в дискретном времени. Значит, это моя частота текущая, это частота в следующем поколении, значит, а это вот моя правая часть. То есть, функция, которая мне дает частоту в следующем поколении, как функцию текущей. Вот она. Функция эта линейная, и мы можем понять, что в точке 0 она у меня будет ню, а в точке 1 она у меня будет единицы минус мю. Значит, это такая линия, у нее есть единственное пересечение с бисектрисой, которая соответствует равновесию. А дальше можно доказать, что это равновесие устойчивое. В общем, там все понятно. Так, вы блестяще поняли эту модель? Хорошо. Значит, тем самым, здесь мы рассматриваем ситуацию, когда два аллели мутируют друг друга, и нету никаких других факторов, в частности, нету отбора, то есть они одинаково хороши. Можно такие же линейные уравнения написать, ну вот, например, для случая четырех аллелей, если у меня нуклеотидный сайт. Вот у меня скорости мутирования, матрица скоростей мутирования, и тогда, значит, частота... Сейчас, что за глупость я здесь написал? Это условия равновесия, это не динамическая модель. В равновесии, извините, здесь глупостно написано, это не динамическая модель. В равновесии у меня потоки должны быть одинаковыми. А вот здесь написано, с какой скоростью у меня аллель А большое превращается в другие аллели. Извините, это уже... Ну, можно динамическое равновесие написать, но это условия равновесия. Значит, у меня частота большого умножить на вот сумму этих трех скоростей мутирования, это с какой скоростью у меня А превращаются в другие буквы. А здесь написано, с какой скоростью у меня А возникает из других букв. И в равновесии, равновесие сдается вот этой вот системой четырех однородных линейных уравнений, которые можно ярость нарешить и, значит, получить обобщение, получить обобщение вот этой вот потрясающей формулы на нмерных случаях. Хорошо? Все? Да, это единственное уравнение глобальной устойчивой, конечно. Создает ли, да? Нет, в природе ничего такого не наблюдается. Для каких-то случаев, когда нет отбора и нет отбора? То, что нет отбора, это бы ладно. Хороший вопрос. Да, мне нужно было об этом сказать. То, что нет отбора, это ладно. Потому что есть действительно куча участков в геноме, где никого отбора нет. Но это уравнение детерминистки, то есть они считают, что не только отбора нет, а еще и дарифа нет. А скорости мутации настолько малы, то есть мутационный процесс настолько медленный, что пренебрегать дарифом практически никогда нельзя. Так что в природе ничего подобного не наблюдается. Это хороший вопрос, на который есть хороший ответ. Эта модель никакого отношения к природе не имеет. Не из-за отбора, а из-за дарифа. Мне нужна популяция огромной численности для того, чтобы такое детерминистское описание имело смысл. Так. Значит, давайте тогда мы рассмотрим немножко другую задачу. которая более жизненная, которая имеет отношение к природе. И тут я немножко смутился. Вот почему. Значит, эта задача будет стихастическая. Сейчас мы первый раз встречаемся с стихастикой. И есть распространенное заблуждение. Даже я этим грешил, хотя, казалось бы, много лет этим занимался. Я только там несколько лет назад понял, что неправильно думать, как я думал всю жизнь. А вот распространенное заблуждение заключается в том, что единственный стихастический процесс, все стихастические аспекты микроэволюции сводятся к явлению генетического дарифа. И это неправильно. Вот сейчас мы рассмотрим стихастический процесс, стихастическую микроэволюционную динамику, которая никакого отношения к явлению дарифа генов не имеет. Ну, наверное, подробно сейчас об этом говорить не нужно, потому что мы еще не обсуждали, что такое дарифа генов на... Навел тень на плетень в простом месте. Значит, давайте посмотрим вот сюда, опять-таки, на это уравнение. Значит, мы пишем детерминистское уравнение на динамику частоты аллеля под действием мутационного процесса. Какое право мы имеем это делать? Мутация – это вообще квантовое явление. Каждая мутация непредсказуема. Какое право мы имеем писать детерминистское уравнение на, значит, описывающее действие мутационного процесса? Почему это вообще не дикий бред? Да, у меня большая популяция. Но мне для того, чтобы... Да, собственно, вот это на ваш вопрос отвечает. Для того, чтобы это имело смысл, надо, чтобы количество, так сказать, особей в популяции было существенно больше, чем единицы на скорость мутации. То есть, чтобы ожидаемое количество событий мутационного событий в каждом поколении было большим, тогда мы можем использовать удивительное свойство породы, известное как закон больших чисел. Значит, каковое позволяет мне изначальную стахастичность всего, значит, вот замести под ковер и делать вид, что ее нет. Ну, мы то же самое делаем в физике, когда пишем уравнение экспоненциальный на радиоактивный распад. Какие к чертям экспоненты, так сказать, распад каждого атома, это квантовое событие непредсказуемое. Но если у меня большой кусок урана, то, значит, динамика числа атомов в этом куске, она вполне деменитическая. Вот ровно то же самое сделано и здесь. Вот. Так что эта модель на самом деле странная. Но, значит, вот оправданием ее является закон больших чисел, если ожидаемое число мутаций в каждом поколении достаточно велико. Так что если это так, тогда эта модель работает. Но это практически никогда не так, потому что скорость мутации 10 минус 8, то есть мне нужна популяция, в которой там сотни миллионов. Если сотни миллионов, тогда это окей. Так, хорошо. Вот. А теперь мы рассматриваем, значит, ожидание мутации. Значит, вот у меня сидит популяция и я жду, когда же наконец с ней случится мутация. Давайте будем считать, что, извините, я здесь, это не м, это мю. Будем, мы рассматривали, да, вот предыдущая детерминистская модель работает в асимптотике n мю много больше единицы, где n это количество особой популяции. А теперь рассмотрим другую асимптотику, n мю много меньше единицы. Тогда у меня что может случиться? У меня в каждом поколении скорее всего не случится ничего, а если случится, то случится ровно одна мутация. И вот у меня сидит популяция, вся набитая аллелем А маленькая, и я жду, когда же наконец произойдет первая мутация к аллелю А большую. Что это значит? Это абсолютно жизненная ситуация. Вот сидели, жили там обезьяны и поступила команда им стать человеками. Там изменились условия, им стало ужасно полезно стать людьми. Но совершенно не факт, что у них есть нужная для этого мутация. И весь сидит весь род обезьяний и ждет, когда же произойдет мутация, которая нужна, чтобы им вступить на путь человек. Бывает ли что-нибудь подобное в породе, на самом деле никто не знает, но выглядит правдоподобно. Так вот, вопрос. Значит, вы знаете, что такое парсоновские процессы? Я как-то вам долго и занудно рассказываю. Вот, значит, у меня есть время, и это моменты, когда произойдут мутации. Значит, вероятность того, что у меня произойдет одна мутация в поколении, к примеру, равняется nµ, предполагая, что у меня nµ мало, так что больше одной мутации не бывает. С вероятностью 1 минус nµ у меня не произойдет ничего, а с вероятностью nµ у меня произойдет одна мутация. И, значит, разбросаны эти мутации по оси времени в соответствии с пассоновским процессом. Так вы все знаете. Вот. И, значит, давайте напишем… Да, я единственное, что хочу сделать, написать… Я просто много преподаю студентам, которые не знают. Значит, с какой вероятностью у меня первая мутация произойдет в первом поколении? С вероятностью nµ. Это в первом поколении. С какой вероятностью у меня первая мутация произойдет во втором поколении? С вероятностью nµ умножить на… на 1 минус nµ, да? При условии, что она не произошла во втором поколении. И в 1 поколении она произойдет с вероятностью nµ умножить на 1 минус nµ в степени… ну, пускай, t будет… в поколении t в степени t без единицы. Вопрос… То есть, мы получаем экспоненциальное распределение, считая, что эта штука мала, мы получаем экспоненциальное распределение. И у него среднее… среднее у него равняется единице на nµ, естественно. То есть, в среднем, если у меня вероятность, что мутация произойдет однотысячная, в среднем мне придется ждать тысячу поколений. Но при этом мода у него в единице. То есть, вероятность, что мутация произойдет самая большая в первом же поколении. Речь идет о первой мутации. Во втором поколении она будет меньше, то есть, она такая же при условии, что до этого она не произошла. За счет этого мы получаем экспоненциальное распределение. Вот. Значит. Ну, если вы знаете, что такое пасонный процесс – экспоненциальное распределение, то ничего нового я вам сообщить не могу. Значит, это… ну, вот две таких полезных асимптоты. Детерминисткое, что происходит, когда nµ много больше единицы, и процесс ожидания новой мутации, когда nµ много меньше единицы. Значит, тогда вот мы ждем пасоновским процессом со временем ожидания единицы на nµ. Хорошо? Блестяще. Тем самым мы разобрали мутационный процесс. Дальше, какие-нибудь глубокие вопросы возникли про мутационный процесс? Мутационный процесс – это одна из двух самых важных вещей. Есть мутационный процесс и есть отбор. Если все остальные вещи, они тоже, конечно, важны, но они менее важны, потому что без мутационного процесса и отбора дарвиновская эволюция невозможна, а без всего остального она возможна. Все как-то поражены глубиной мутационного процесса. Какие-нибудь вопросы про мутационный процесс как фактор мекореволюции? Так, давайте потратим пять минут на раздумья. Да, пожалуйста. Вот мы думаем, что мы осмотрим случаи, когда му равно нулю. Если один из них… если у меня простой мутационный Если процесс мутации односторонний, однонаправленный, то ясно, что в обновесии мутантный аллель будет, а исходного аллеля не будет, если обратных мутаций нет. Нет, вы говорите, в основном процессе мы ждем первой мутации, там вообще обратная мутация меня не интересует, потому что у меня все состоят из маленьких, и мы ждем, когда возникает первое большое, и как у меня мутирует это большое, у меня вообще не колдуется. Так, мы можем сейчас сделать перерыв, прежде чем бороться за отбор, потому что следующий будет отбор, и это совсем другой вид спорта. Я хочу вам про отбор рассказать очень жестоко, ужасно жестоким, формальным и занудным образом. Давайте сделаем перерыв минут на 10, и вы подготовьтесь к ужасной науке по естественной отбору. Спасибо. Спасибо.